АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я же всего лишь навсего готовил, приводил тебе твоих жен. Я умираю от усталости, раскрою, в чем секрет твоей силы. Он говорит, вот именно этим и отличается любимое дело от бестолковой беготни по коридорам. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам сейчас расскажу то, что я никогда не рассказывал даже своим консультантам. Я родился в Ленинграде, в семье военнослужащих, отец офицер, мама офицер, я пошел по их стопам, закончил по военным гарнизонам школу, поступил в военное училище, потом служба, я дослужил до звания капитан третьего ранга и ушел в запас. Параллельно я уже стал заниматься MLM бизнес. В школе я решил научиться играть на гитаре, овладеть музыкальным инструментом. Я начал вроде бы что-то играть, я выучил аккорды, у меня пальцы, кожа слазила с пальцев. Я пытался где-то что-то, пришел в школу с гитарой. Пацаны посмеялись, другие все, ну короче я не стал играть на гитаре. Потом еще в военном училище я был в спортивной команде, кстати очень, Валерий, Валерий, где Валерий, показал вот этот ролик, где девушка упала, а потом стартовала первая. У меня тут вот такой комок, я чуть не заплакал, потому что я вспомнил сам себя, потому что когда я был в спортивной команде, в школе, в военном училище, я бежал по полосе препятствий, я выступал за свое подразделение. Когда с разрушенного моста я прыгал, это где-то высота гаража, я прыгал, я неправильно приземлился на ногу, я порвал связки, я тот же упал. Я шел первым, я упал, но вижу меня догоняет и обгоняет тот партнер, который бежит, я встаю хромая, я так же точно догоняю, все равно побеждаю. Как только я финиширую, меня друзья взяли и отнесли в санчасть на руках, я потом еще месяц ходил в гипсе и на костылях. Опять же, кто я, что это? Мне пришла такая мысль подняться на самую высокую точку Европы, западные вершины горы Эльбрус. Был кто-нибудь на вершине Эльбруса? Не-не, не просто на вершине, 5 642 метра. Был? Так вот, мы пошли, нас пошла группа 12 человек, мы поднялись только двое, я и проводник. Я в детстве занимался, в школе занимался боксом, занимался боевыми искусствами и когда в военном училище было соревнование по боксу, там надо было, кто за подразделение будет выступать. Я почему-то не пошел, почему-то не пошел. А мой товарищ, он пошел и он победил на ринге. Я был на трибунах, я смотрел все, как мой товарищ побеждает, я думал, я же тоже мог быть там, я тоже мог, я тоже мог победить, я ненормальный. Но не победил, я не состоялся. Вы представляете, победил в боксе, товарищи уважают, девушек. Я не победил. Я хотел тогда еще на печатной машинке научиться работать и на компьютере, 10 пальцами. Что-то я пытался, 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 плюнул. Я до сих пор на компьютере двумя пальцами. И иногда я ищу букву Х на клавиатуре. Я до сих пор двумя пальцами. Я не научился. Потом, потом я хотел выучить язык. Я нанял репетитора, я позанимался английским, немецким. Я так и не выучил язык. У меня не получилось. В школе вроде как и мог учиться, но красный диплом не заработал. И медали, естественно. Что же нужно для успеха? Скажите, есть в зале те, кто владеет больше, чем одним языком? Я попрошу встать те, кто владеет, кроме русского языка, английским, французским. Кто владеет больше, чем одним языком? Встаньте, пожалуйста. Стойте. Ну, я тоже мог выучить язык. Просто вы больше меня уделили время и старания. Вы посидели, поучились. Я тоже мог. Ну, что я могу сказать? Ну и что? Ну и что? Садитесь. Вы знаете, к чему я сейчас пришел? Вот я смотрю, где Нелли Джина? Она должна смеяться сейчас. Потому что больше всего я не люблю, когда в зале начинают прыгать, поднимать, скакать. Вот это. Думаю, ну ладно, поподнимаю вас немножко. Хорошо. Пожалуйста, есть сейчас в зале такие люди, которые умеют играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? Встаньте, пожалуйста. Пожалуйста, встаньте и стойте. Саш, ты тоже играешь? На чем ты играешь? На фортепиано. Ну и что? Я тоже мог научиться играть на гитаре. Ну и что? Садитесь. Мы овладеваем тем, чему уделяем время. А, есть в зале люди, которые, спортсмены, которые участвовали или были в каких-то спортивных командах. Баскетбольная, волейбольная, футбольная. Встаньте, пожалуйста. Кто играл в спортивных командах? Сашка, ты тоже? Ну и что? Я тоже мог быть там. Ну и что? Садитесь. А есть ли сейчас в аудитории такие люди, которые с десятью пальцами владеют клавиатурой компьютерной? Встаньте. Встаньте, встаньте. Сашка, и ты, что ли? Блин, сядь немедленно. И так уже все знают, что у меня помощница умнее, чем шеф. Хорошо. Ну и что? Я чуть-чуть, кстати. Ну вот чуть-чуть мне не хватило до красного диплома. Чуть-чуть. Если бы я немножко лучше делал уроки, у меня бы тоже был красный диплом. Сейчас синий. Я сейчас попрошу в этой аудитории подняться тех, кто в малти-лайл-маркетинге имеет чек близко или приближается к десяти миллионам евро. Встаньте, пожалуйста. Нет. Нет. Вы забыли, в свою очередь, сказать «Ну и что?». Нет никакой разницы. Ты можешь это сделать. Независимо. Мы овладеваем тем, на что удивляем время. Но в чем разница? Но в чем разница? Если ты в MLM бизнесе зарабатываешь миллионы, тогда ты можешь своей жене на день рождения купить целый оркестр. Который будет играть на празднике твоей жены. Ты можешь нанять несколько секретарей, которые будут работать, и круглосуточно тебе печатать двумя руками. Вы можете купить спортивную команду. Вы можете нанять переводчика. Десять переводчиков, которые за эти деньги будут работать на вас. Ну, в принципе, я сейчас рассказал то, чего не рассказывал даже своим близким. Вы сейчас о мне знаете достаточно много. Вам еще интересно, кто я? Вам еще интересно, как зарабатывать миллионы? Нужно много учиться. Мир полон образованных изгоев. Талант. Мир переполнен талантливыми неудачниками. Гений. Мир переполнен гениями-изгоями. Так что? Что тебе нужно для успеха? Что нужно, чтобы зарабатывать миллион? Всемогущий лишь упорство и настойчивость. Только так ты поднимешься на Эльбрус. Только так ты закончишь первым на финише. Только так ты к чему-то придешь. Я с вами сейчас поделюсь навыками. Сразу скажу, то, что я вам сейчас буду говорить, вы этого нигде не купите. Потому что я тренинги не продаю. Это не мой хлеб. Я зарабатываю не на тренингах и не возле бизнеса. Я зарабатываю в бизнесе. У меня есть академия, есть лицензия. Но я не продаю тренинги. За деньги попасть на мое обучение невозможно. То, что вы услышите, это просто я с вами делюсь опытом, который работает. То, что лично я применяю изо всех тренингов, книг, роликов, которые я увидел. То, что ко мне прижилось и то, чем я пользуюсь. Если вам интересно, как это сделать, как зарабатывать миллионы, просто сейчас пройдемся. Но в любом случае, для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы прийти к успеху, нужно пройти определенное лишение, боль, испытание, унижение. Это нужно пройти. Альберт Эйнштейн. К величии есть только один путь. И этот путь проходит через страдания. И если ты хочешь быть богат, то будь готов первое время работать бесплатно. Понятно, о чем я говорю или нет? Что такое бесплатно? Первые деньги, которые ты зарабатываешь, не обворовывай свой бизнес, ты их инвестируй назад. В свою же структуру, в свой бизнес. И те деньги, которые ты заработаешь первый год, они все у тебя назад уйдут для того, чтобы ты развивался. Авиабилеты, презентации, подарки, внешний вид, ты их просто будешь тратить. Если ты будешь эти деньги использовать в какие-то другие мероприятия свои, у тебя не будет бизнес. Ты не придешь ни к чему. Путь к успеху – это результат соблюдения правил и закономерностей. И если эти правила соблюдать, успех гарантирован. Так вот, об этих правилах мы сейчас с вами и говорим. Что является критерием успешного бизнеса? Что? Желание? Что? Рост, дисциплина, вера. Критерием успешного бизнеса являются только деньги. И успешным можно назвать бизнес только такой, в котором можно делать деньги. И если вы говорите о бизнесе, речь идет только о деньгах, о доходности, о прибыли. Только так. Если вы говорите о деньгах, деньги можно зарабатывать, помните, квадрант денежного потока. Только если у тебя есть бизнес или инвестиции. Для того, чтобы быть инвестором, нужно 5-6 лет обучения, плюс еще практики, бешеные потери многократные. Для того, чтобы научиться инвестировать деньги. Так вот, вам нужно четко понимать, что деньги только здесь. Бизнес или инвестиции. Чтобы создать свой бизнес, MLM это самое лучшее, самое подходящее дело. Потому что в MLM вы можете достичь успеха за 2-3 года. И я не хотел рассказывать, но поскольку господин Ларриан, он сказал, завтра вам, точнее сегодня, да, Роман, расскажет про Перловку. Я вам просто скажу, буквально 3 года назад, 2,5, мне было практически нечего есть. И вот от того, что сейчас есть, еще минус 7 килограмм веса. Это было буквально 2,5 года назад. Нет, ровно 3. Это был январь 2014 года. Мне нечего было жрать. Я покупал Перловку в самом дешевом магазине Магнит. Даже не овсянку, Перловку. Такой пакет 15 рублей. Это была самая дешевая крупа. На этой я жил 2,5 месяца. Знаете, Козьма Прутков, нужда ум вострит. Тогда уже к чему-то приходишь. Ну, мы сейчас к этому вернемся. Твоя задача для того, чтобы создать бизнес, это поиск руководителей. Тебе нужно создать структуру, команду. То есть тех людей, которые будут действительно, которым ты можешь делегировать, те люди, которые способны решать задачи. Главная цель найти людей, способных стать руководителями. Руководители – это люди, способные решать поставленные перед ними задачи. Хорошие руководители характеризуются тем, что очень хорошо знают, какова их цель и как ее достичь. Цели – это осуществление мечты. Я всегда говорю, мечтайте. Это не стыдно. Говорите о своих мечтах, материализуйте. Когда вы открываете рот и заявляете, вы четко показываете свое намерение. Более того, ваше окружение это слышит. Вы берете на себя ответственность. То есть, если ты способен взять на себя ответственность, то есть отвечать за свои поступки, соответственно, ты способен признавать свои ошибки. То, что у тебя сейчас есть, то есть твоя жизнь – это результат твоей ответственности. Или безответственности. В любом случае, если ты умеешь брать на себя ответственность, значит, ты свободен. Потому что, если ты не берешь на себя ответственность, значит, ты не делаешь поступки, ты не делаешь шаги. А если ты не делаешь шаги, ты закрываешь себя и от возможностей. При отсутствии конкретной цели призыв приложить максимум усилий – верная дорога к невысокому качеству работы. Работайте только с теми сотрудниками, которые ставят перед собой ясные цели. Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. Генри Форд – это то, о чем я говорил. Когда ты смотришь на цель, тебе все равно. Да тебе плевать, какие шаги, какие препятствия, какие неудачи, какие преграды могут быть. У тебя есть цель. Как только ты смотришь, в прошлый раз Ламара показывала. Пять пальцев поставь перед собой, смотри вдаль. Ты видишь, смотришь на пальцы, ты видишь препятствия. Каждого своего сотрудника нужно вести до готовности, как автомобиль собирается по конвейеру. Я говорю это как практик. Я играющий тренер. И точно так же все, что сейчас есть, это было сделано с нуля. Сетевая работа. Я до сих пор провожу личные продажи, как сетевик. До сих пор выстраиваю структуры. У меня точно такой же личный кабинет, как у каждого консультанта или сотрудника, или дистрибьютора, который работает в МЛМ индустрии. Так вот, как только ты привел человека, ты садишься и потихонечку с ним работаешь, пока он не пойдет сам. Как автомобиль собирается по конвейеру? Инвестируй в свой бизнес. И инвестировать нужно туда, откуда ты получишь доход. Смотри вперед. Ты можешь купить дом, можешь купить автомобиль, потратить свои деньги, но это то, что повлечет за собой дополнительные затраты. И не даст тебе возможность развиваться. Это всегда потом. Изначально инвестируй в свою структуру, инвестируй в мотивацию, в подарки своим людям, в обучение, семинары, индивидуальные беседы с сотрудником. Когда ты беседуешь индивидуально, конечно, ты и помогаешь, и мотивируешь, но самое главное, ты знаешь, что ему нужно. А если ты знаешь, что нужно твоему дистрибьютору, тогда ты можешь его направлять в этом плане. Все управление в конечном счете сводится к стимулированию, а активности других людей. Мотивация и обучение. Лия Кок – это управляющий Daimler, Chrysler, он когда-то работал у Форда. Кто хочет управлять другими людьми, должен уметь управлять собой. Будь примером во всех отношениях. Люди смотрят на тебя. Продвигаясь к своим целям, твердо и упорно будь в этом примером. Тебя будут дублировать все твои консультанты, все твои дистрибьюторы. Они будут смотреть на тебя. Я очень часто привожу такой пример. То, что ты будешь ему говорить или рассказывать, то, что будешь вещать ему. Вот все это содержание по значимости своей означает всего 7%. Что ты говоришь? 34%. Как ты это говоришь? Посыл и эмоции. И, внимание, 59% как ты поступаешь. Поднимите руки, кто был на моих семинарах. Хорошо, тогда вот к этой аудитории обращусь. Сейчас внимательно смотрите на меня. Меня хорошо видно? Меня хорошо слышно? Внимание! Покажите все указательные палец. Быстро и замрите! 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 Нет, я сказал... Ну уж. Вот мужчина держит. Я какой палец сказал показать? Ну, там 2-3 человека, которые указательные, пока все остальные большие. Видели, да? Плевать, что ты будешь говорить. Люди будут поступать в соответствии с тем, что они видят перед собой. И они должны видеть наглядный пример успешного человека, наглядный пример лидера, который делает конкретные поступки. Ну, говорит же, какой руководитель, такая структура. И они будут поступать в соответствии с тем, что они видят перед своими глазами. Единственный разумный способ обучать людей, это подавать им пример. Альберт Эйнштейн. Держи слово. Уронив оружие, лишишься жизни. Уронив слово, уважение. Я всегда говорю к лидеру, если ты хочешь вести за собой людей, всегда держи свое слово. Все, кто работает со мной, они знают, что с меня даже расписки не надо брать. Если я сказал, это будет так сделано. Как бы там ни поменялась ситуация, это будет сделано. Так вот, за тобой пойдут люди, тебя будут доверять, тебя будут уважать, тогда, когда ты будешь держать слово. Лучше не болтай. Если ты сомневаешься в том, что ты это сделаешь или выполнишь, лучше рот не раскрывай. Если ты уже раскрыл и сказал, будь добр, сделай, чего бы тебе это не стоило. Лучше меньше болтай. Кстати, если ты заранее пообещаешь что-то, пусть это мелочь будет, и выполнишь это в тысячу раз лучше и эффективнее для твоего авторитета имиджа, эффективнее, чем если ты просто сделаешь внезапно подарок. Будьте здоровы! Будьте точным, выполняйте обещания. Если вы не сдержите обещания, вы не будете гореть в яростном пламени ады. Кара постигнет вас уже на этом свете. Это японский писатель Рюноская Кутагава. Очень много мудрых фраз, много мудрых цитат есть. Я, конечно, посидел, пособирал это все, чтобы как-то донести. Есть такое понятие ссылка на авторитет. Иногда ты замыливаешься со своими структурами, ты ему говоришь, 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 он не делает. Потом ты его приводишь на такое мероприятие, выходит сюда спикер, говорит то же самое, он говорит, о, он сказал, да я же тебе об этом сколько говорил. Поэтому, если вы хотите быть эффективными, какую-то мысль до своих дистрибьюторов донести, возьмите какую-то фразу великого человека и расскажите ему его фразой. Такое мощное понятие в психологии, ссылка на авторитет. Будь дисциплинирован. Дисциплина нужна для того, чтобы из того, что ты хочешь больше всего, и того, что ты хочешь прямо сейчас. Ты выбирал всегда первое. Дисциплина превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем. Вашингтон. Будь дисциплинирован и будь примером для своей команды. Не теряй время на интриги, слухи и сплетни. Поскольку вот 25 лет я уже работаю в сети, мы работаем с людьми, вы представляете, что нам приходится слышать? И что каждому руководителю, особенно, когда он высоко по карьере поднимается, что ему приходится слышать и чем сталкиваться? Если вы позволите на себя это все навешивать, вы в этом закопаетесь. Вообще не допускайте к себе этого. И интриги и сплетни – это один из самых опасных ядов для сетевого бизнеса. И я вижу, как разваливаются структуры, люди теряют бизнес из-за того, что они, вместо того, чтобы заниматься бизнесом, рекрутированием или обучением людей, они выясняют отношения, кто прав. Энергия уходит та же самая, силы уходят те же самые, время уходит то же самое. Не тратьте на это время. Я в своем присутствии вообще запрещаю жаловаться. Я их не выслушиваю. Я от них избавляюсь. Когда в вашей структуре возникают такие люди, первое, сделайте им замечание, если не понимать, исключите их из коллектива. Не увольняйте, просто исключите. Потому что они будут мешать и сводить интриги. Они будут всех, против кого сегодня будем дружить. Они будут друг на друга оттягивать. И люди будут тратить свои силы, эмоции, жизненные силы на разбор вот этих вот интриг. Нельзя на себя этого навешивать. Секреты успешного бизнеса. Самые простые практические секреты. Даже если ты руководитель высокого уровня, постоянно делай личные продажи. Личные продажи – это личный пример, на тебя смотрят. Личные продажи – это оттачивание профессиональных навыков. И это тренерские качества. Потому что продавцами может руководить только успешный продавец. Ты должен быть примером, ты должен быть всегда хоть на пол вареника, но лучше или выше. Три принципа успеха. Мы вчера уже об этом говорили по чуть-чуть каждый день. Держись лидера, того человеку, которого ты можешь научиться, и продержись в этом ритме хотя бы год. Кто вчера об этом говорил? Год продержался в этом ритме. Потому что за год к себе приходит опыт, профессионализм, выстраиваются структуры и приходят деньги. Но первый год – терпи. Терпи без денег, строй сеть, инвестируй, отдавай деньги. Помогай тем людям, только тем, кто тянется к знаниям. Такой скандальный ролик, который недавно я выпустил в социальной сети, вы, наверное, видели, про весло. Я получил очень много обратной связи. Говорит, убери ролик, побойся Бога, сходи в церковь, попроси прощения Всевышнего. Но нельзя так. А я там привожу пример «Титаник». Как видели фильм «Титаник», много людей было в воде, и в каждой шлюпке был матрос. Помните, с веслом, что он делал? Когда к лодке подплывали люди, он веслом отталкивал людей. Отталкивал их от лодки. Помните? Но это борьба за живучесть корабля. Если бы он их не отталкивал, они бы все ухватились за лодку, и лодка пошла бы ко дну. И они пропали бы, погибли. И экипаж бы утопили. Борьба за живучесть корабля. Может быть, грубый пример. Но в жизни, в бизнесе, несмотря на какую-то твою лояльность, благотворительность, но в жизни нужно поступать именно так с теми людьми, которые оттягивают твою силу и энергию. Нужно поступать именно так с теми, кто мешает тебе. Не нужно на них отвлекаться. Зачем ты ходишь, уговариваешь людей, чтобы они шли за тобой? Пока ты будешь ходить одного уговаривать, ну поехали на семинар, поехали на конференцию, поехали на конгресс, давай сделаем встречу. Пока ты будешь уговаривать одного, я за это время десять пройду новых. Из них появится один золотой корабль. Время тоже. Не уговаривай. Морально оттолкни их от себя. Пусть они будут там, где есть. Более того, воспитывая своих сотрудников, мне очень понравилось, как Филипп говорил. У меня жесткая позиция, но я видел у каждого есть своя школа, свои методы. Я видел люди, которые работают теми способами, которые мне неприемлемы вообще. И они успешны. Я видел людей, которые работают слишком лояльно, и они тоже успешны. Но вот этот принцип, который не трать свое время, драгоценное, на тех людей, кому это не надо, кого надо уговаривать. И вот мой принцип, вот у меня успешные сотрудники сидят, директора, вот веслом по голове долбанешь, если выплывет, значит это твой партнер. А если не выплывет, туда ему и дорога. Зато собираются самые успешные. Веслом по голове ты не знаешь, что их надо бить. А это значит, здесь вот сейчас сидит одна дама, вкопается там в телефоне, она обижается. Ну вот почему Роман мне так внимания не уделяет, почему вот как-то так недолюбливает. А на самом деле, когда нагружаешь человека по полной, когда ему даешься, мизинцы не протягиваешь. Загрузил, перегрузил по полной, по большому счету веслом по голове, смотришь, выплывет или нет. Выплыл, тебе с ним легко работать, тебе не надо его уговаривать, за ноздрю тащить не нужно. И вот тогда ты вокруг себя собираешь тех людей, которые жизнеспособны, боевые единицы, настоящие генералы. Тогда у тебя растет сеть, структура, к тебе приходят деньги. Ты не теряешь время, и ты окружен настоящей командой лидеров, с которыми ты можешь быть на волне успеха. Опекай свою структуру и заботься о ней, но не переборщите, потому что эффект мамки, знаете, такие мамки, которые все за них делают. Сначала ты все делаешь за него, говоришь ему, проведи консультацию, проведи встречу, сделай какую-то презентацию, продажу. Видишь, что у него не получается, но я лучше сделаю за тебя, я вместо тебя проведу эту беседу. Вроде бы как ты за него это все делаешь, но сюда сажаешь себе человека, который завтра будет твоей проблемой. Никогда не делай за него то, что он может делать сам. Присутствуй на всех мероприятиях, где есть сотрудники твоей структуры. Говорили уже и вчера, и сегодня об этом. Я вижу здесь людей, которые не пропускают ни одного мероприятия компании. Но поэтому они и здесь, поэтому они успешные, потому что они всегда находят время и деньги на билет, для того, чтобы попасть на эти мероприятия. Мероприятия потрясающие. Я за эти два дня получил истинное наслаждение, потому что те люди с разной школой, с разным опытом выходили и говорили такие вещи. У меня по коже мурашки бежали. Я просто завороженно смотрел на все. Я учусь. Я 25 лет в сети. И я сижу и учусь. Я половину своего блокнота исписал. Кстати, Владимир Ларин классные слова говорит. Когда человек перестает записывать, он на выходе из бизнеса. Полностью подтверждаю. Список основной капитал. Сразу. Научи работать со списком. Ставь задачи своим сотрудникам. Постоянно им надо ставить цель. По назначению встреч, по организации презентации, по достижению квалификации. А вот теперь вот чисто моя такая школа, моя разработка. Поскольку я как офицер всегда работаю с людьми. И знаю, когда бойцы, солдаты, матросы. Им приходится постоянно по несколько раз повторять задачи. При постановке задачи. Первое. Скажи, о чем ты ему хочешь сказать. Сначала ты говоришь, что ты ему сейчас будешь говорить. Потом. Второй момент. Ты ему говоришь это. И третий момент. Ты ему говоришь, о чем ты ему только что проговорил. Делегируй. Внимание. Уважаемые коллеги. Никогда не делайте за своих сотрудников, за своих дистрибьюторов. То, что они могут сделать самостоятельно. Все, что вы можете на них спихнуть. Вот все спихи. Даже то, что по идее вам нужно делать. Все, что им можно доверить. Все отдавайте, чтобы все делали они. Грузи по полной. Пальму чем сильнее грузишь, тем лучше она растет. Вы на них спихиваете. Они пашут, тянут. Ты освобождаешь время. Но вместе с тем ты приобретаешь реальных профессионалов. Потому что они растут. Умей принимать решения. Помните этот камень? Рыцарь подъезжает к этому камню. И там написано. Налево поедешь. Дюлей получишь. Направо поедешь. Дюлей получишь. Прямо поедешь. Дюлей получишь. Тут сверху голос такой. Ну ты определяйся. А то прямо здесь дюлей получишь. К чему я тебе это рассказал? По-любому ты получишь дюлей. Ну вот по-любому. Если ты ничего не будешь делать, ты будешь получать вообще всю жизнь. Если ты принял решение и пошел, возможно ты получишь. А возможно и выиграешь. Но если ты не определяешься, если ты решение не принимаешь, то в любом случае ты будешь всегда страдальцем. Жертвой. Если ты принимаешь, ты получаешь шанс. Кто не умеет принимать решение, никогда не будет богат. Кто не умеет принимать решение, никогда не будет счастлив. Любое твое решение, даже если оно неправильное, оно в тысячу раз лучше нерешительности вообще. Если ты принял неправильное решение, что ты приобрел? Опыт. Ты знаешь, как это не работает. Все люди, которые чего-то достигли в этой жизни, пообщайтесь. У вас есть друзья, знакомые, одноклассники, однокашники, которые чего-то достигли в этой жизни, сделали бизнес, сделали карьеру, стали чиновниками. Поговорите с ними. Там он был, там влип, там потерял, там еще что-то произошло. И только этот вариант привел его к результату. Делай. Делай шаг. Принимай решение. Двигайся. Это та же ответственность. Если ты ее на себя берешь, ты делаешь шаг, ты принимаешь ответственность за все, что ты сделал. Ты принимаешь ответственность за все свои поступки, за все свои ошибки. Но ты получаешь возможности. Вы знаете, как ловит обезьян? Охотник выбирает дерево в лесу, делает в нем дупло диаметром 5-6 сантиметров. Обезьяны сидят вокруг и смотрят. Наблюдают они любопытные. Дальше он в это дупло вкладывает камень размером с куриное яйцо или фрукт. И отходит. Обезьяна спускается к этому дереву. Пустая рука в дупло проходит. Хватает этот фрукт и пытается убежать. А кулак уже не выходит. Обезьяна пытается убежать. Охотник спокойно подходит, набрасывает на нее мешок. И она оказывается в ловушке. А может быть и ты зачастую оказываешься в ловушке чего-то незначительного прошлого. Если ты не научишься что-то отпускать, чем-то жертвовать, ты не сможешь сделать шаг. То есть ты не сможешь принять решение. А если ты не сделаешь шаг, ты ничего не получишь. Между попой и диваном. Мечта не просочится. Нужно уметь принимать решение. Часто нами движет страх. Страх это очень полезная вещь. Но страх зачастую бывает надуманный. А страх, как и яд, в больших количествах убивает, а в маленьких способствует развитию организма. И воспитанию иммунитета. Если ты что-то делаешь, и тебе не страшно, это неправильный ход. А если тебе страшно, значит ты идешь в верном направлении. Тебе страшно. То есть ты делаешь то, что никогда не делал. Кстати, господа, как вы себя чувствуете, когда вы делаете то, что никогда не делали? Когда вам нужно сделать то, что вы не умеете делать? Как вы себя чувствуете? Ну если это один раз сделали, то есть вы выходите из зоны комфорта. Если вы это один раз сделали, потом второй раз вышли из зоны комфорта, третий раз, то потом вы уже снова в зоне комфорта. Потому что вы это уже умеете делать, то есть вы растете. Если вы не будете переступать через свой страх, да, вы, может, где-то и оступитесь. Но опять же, это опыт. Успех не имеет ничего общего с зоной комфорта. Зона комфорта несовместима с счастьем. Счастье – это движение. Это постоянное развитие. Рост. А для этого нужно выйти из зоны комфорта. Нужно делать то, что никто не делал. Нужно идти по той дороге, по которой никто не ходил. А если ты с улыбкой на лице будешь делать то, что ты умеешь, то ничего ты не получишь. Если ты пойдешь по той дороге, по которой уже все прошли и знают, на что ты рассчитываешь, на какой успех, на какие деньги ты рассчитываешь. Нужно над собой усилия делать. Волю! Страшно! Ну иди делай, стисни зубы и иди. Делай шаг. Умение принимать решения – это не Божий дар, а искусство, которому надо учиться. Оно вырабатывается точно так же, как и другие личностные качества. Кто преуспевают, всегда решительные. И они совершают гораздо больше действий, чем другие люди. Брайан Трайси. Делай шаг. Вы знаете, когда я поднимался на Эльбрус, секретом успеха, ну помимо того, что, как это, на всю голову, да? Самый простой секрет – это всегда делай следующий шаг. Всегда делай еще один шаг. Что бы ни произошло, всегда делай еще шаг. Когда уже кажется все, сделай еще один шаг. И что бы ни произошло, всегда делай еще один шаг. Когда поднимаешься в горы, есть такой секрет – гималайский шаг. Он маленький. Этот гималайский шаг – он всего лишь одна стопа. Сделал вдох – сделал шаг. Сделал вдох – сделал шаг. Его нетрудно сделать. Он маленький. Ногу переставит. Сделал вдох – сделал шаг. Но если ты не будешь останавливаться, ты будешь на вершине. В любом случае, делай шаг. Принимай решение, делай следующий шаг. Иди до конца. Говорили уже сегодня? Если ты не будешь сдаваться, то ты увидишь, как сдаются другие. Войн сомневается и размышляет до того, как принимает решение. Но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнение и размышление. Это путь война. Карлос Кастанеды, человек-загадка. Почитайте про него. То есть, если ты принял решение, двигайся и иди до конца. Не будь проституткой. Туда-сюда. Двигайся! Провожу тренинги. И есть такой тренинг, знаете, наверное, веревочный курс. Там есть простое упражнение. Площадка, примерно как сидение стула, но на высоте груди. Вот по дереву на него надо забраться, встать, сложить руки и назад упасть. Там тебя ловят другие люди, другие участники команды. Так вот сколько раз я видел, вроде бы высота небольшая, но сколько раз я видел, как люди забираются, а все равно адреналин выделяется. Адреналин выделяется, колени трясутся и страшно, реально страшно. Я всегда шел через страх, через не могу. Очень страшно. Реально страшно. Но я видел люди, которые поднимаются, и как бы ни было, они все равно это упражнение выполняют. А есть люди, которые смотрят, ой, страшно, и спускаются. Вырабатывается психология неудачника. Химическая реакция в организме всегда одна и та же. Когда ты выходишь на эту сцену, сегодня будут люди выходить, вы будете выходить на эту сцену, и у вас все равно будет адреналин. Все равно он выделяется. Что выходишь на сцену? Что ты поднимаешься на какой, или стоишь на краю пропасти? Или на краю, на крыше дома, на край, попробуй встань. Химическая реакция одна и та же. То есть ты вырабатываешь привычку побеждать или отступать, и когда ты это преодолел на этом плане физическом, ты вырабатываешь привычку победителя по чуть-чуть, но ты постоянно побеждаешь. Если решение принято, оно должно быть выполнено. Всегда помни, что неудача – это часть удачи. И вот сейчас, внимание, в среднем каждый миллионер, сам заработавший свой миллион, за свою жизнь два-три раза был банкротом. Или почти банкротом. Кому это знакомо? А кому сейчас жопа? На самом деле, когда тебе плохо, когда дела идут хуже некуда, это самая позитивная точка. Потому что только здесь человек учится, только здесь он открыт, потому что зона комфорта ведет к деградации. А вот когда плохо, тогда ты думаешь, размышляешь, ищешь и растешь. Это очень позитивная точка. Роберт Киосаки три раза был полным банкротом. Президент США нынешний, Дональд Трамп, три раза был банкротом. Бодда Шефера совсем недавно был банкротом. Я три раза был ниже некуда. Но каждый следующий подъем был более стремительный и более успешный. Только двигайся. Не стыдно упасть на колени, стыдно с них не подняться. Это я к тому, что путь к величию лежит через страдания, то, что сказал Эйнштейн. Тебе придется через это пройти. И если ты сейчас радуйся, что ты этот рубеж уже прошел, кто еще не прошел, вы там будете, а иначе вы не станете богатыми. Создай свою суперкоманду. И вот это мои любимые слова, потому что я пережил, когда меня вышвырнули из компании, я пережил, когда мне отнимали структуру, я пережил рейдерский захват своей компании. То есть это мерзко, это очень больно, но все равно надо двигаться вперед. И вот то, о чем говорил Филипп, золотые слова. Не важно, где работает твой сотрудник, даже если он работает в другой компании. Сохрани отношения. Здесь сидят люди, которые работали со мной еще 20 лет назад. И это не купишь ни за какие деньги, это только отношения. Вы можете забрать мои заводы, мои деньги, сжечь мои здания, но оставьте мне моих людей. И прежде чем вы опомнитесь, я снова все восстановлю и буду впереди вас. Генри Форд. Создай команду, которая будет поддерживать твой авторитет. Поддерживай авторитет каждого в своей команде. Практически в любой сфере преимущество получает тот, кто первым соберет мощную и агрессивную армию продавцов. Строй сеть, создавай команду. Люди будут рядом с тобой тогда, когда ты сумеешь создать. Как ее создать? Ваше окружение определяет ваше будущее. Общайся с успешными людьми. Общайся с людьми, которые хорошо зарабатывают. Огради себя от негативных людей, от их жалоб и оправданий. Всегда стремись к тем, кто на более высокой ступени. Общайся с успешными людьми. Общайся с теми людьми, на кого ты хочешь быть похожими. У нас русские пословицы. С кем поведешься? От того и забеременеешь. Когда ты общаешься с теми людьми, которые достигли успеха, когда ты постоянно с ними в контакте, вольно-невольно. Мы же похожи друг на друга. Знаете, когда супружеская пара, они уже похожи. Когда ты с ними общаешься, ты вольно-невольно, но впитываешь их в какие-то поведенческие повадки. Их жесты, слова, интонацию. И если ты с ними достаточно долго общаешься, потом оказываешься в ситуации, когда их нет рядом. И вдруг возникает какая-то ситуация, где тебе нужно делать поступок, принимать решения. Вольно-невольно ты начинаешь повторять так, как это сделал бы успешный человек. Но если ты начинаешь поступать, как поступает успешный человек, кем ты становишься? Успешным. Общайте с успешными людьми. Оградите себя от неудачников. Не введите дружбы с человеком, который не становится лучше самого себя. Ваше окружение влияет на ваши ценности, цели и мировосприятие. Конфуций. Учитесь у лучших. Общайтесь с победителями. Очиститесь от негативных людей. Это поможет вам избавиться от утечки энергии. Люди, которые тянут за собой негатив, они и вашу энергию оттягивают. Чему ты научишься у тех людей, которые ноют, которые не зарабатывают деньги? Да, я понимаю, вам жалко их. Но от того, что вам их жалко, в вашем кармане, в вашей семье не прибавится. А вот чтобы создать свою команду, хвали своих сотрудников за их достижения. Всегда. Всегда. Подмечай и развивай в них хорошее качество. Выращивай лидеров. Сделай жизнь в своей команде яркой. Вы знаете, люди это такое социум, это вообще человек это существо социальное. Ему всегда хочется быть частью чего-либо. И всегда люди тянутся именно туда, где им хорошо, где им весело. Почему мы постоянно объединяемся на наших событиях, семинарах, на гала-ужинах? Потому что людям хорошо. Да, мы могут одеть свои прекрасные платья. Они могут пользоваться каким-то вниманием, ощутить на себе. Людям хорошо. Сделай праздник. Сделай в своей команде жизнь яркой. Как лидер. Организуй мероприятия. Хвали своих сотрудников. Сделай что-то яркое. Сделай, организуй путешествия. Организуй праздники. Сделай так, чтобы вокруг тебя было хорошо и комфортно людям. Тогда у тебя будет формироваться, укрепляться команда. Она просто будет превращаться в твою семью. Всегда поднимай авторитет своей компании. Когда проходит гала-ужин или банкет, первый тост, который ты поднимаешь, ты должен сказать за свою компанию. А второй за своего руководителя. Первый тост за свою компанию, второй за руководителя. Третий. Теперь очень важная тема. Ну, во всяком случае, для меня она очень важная, потому что это работает. Вы магнит. О чем говорите, то и притягиваете. Богатые люди всегда говорят об успехе, поэтому они богатые. То, о чем вы говорите, становится реальностью. Ваши слова – это самосбывающееся пророчество. Многие это знают, многие видели фильм «Вода», многие видели вот эту информацию. Но для тех, кто это не видел, я скажу, а для остальных просто повторю. Вот сейчас фотографии. Посмотрите, как молекулы воды ведут себя, когда вы что-то произносите или думаете. Смотрите, первая картинка – это вода до молитвы. Вторая картинка – красивый кристалл, красивая молекула – это вода после молитвы. Третья – спасибо. Четвертая – я убью тебя, и я люблю тебя. Посмотрите, как меняется под микроскопом структура воды. Врачи знают, человеческий организм на 80% состоит из воды. А теперь представьте, если вы о ком-то говорите плохо. Или если вы просто говорите негативную фразу. Или если вы думаете негативно. На ком это прежде всего отражается? В кого вы-то превращаетесь? Ламара говорила, что клетка регенерируется ночью. Помните вчера? Когда ложишься, ложишься спать, думай позитивно, потому что клетки мозга программируются. Это то же самое. Если ты вечером говоришь об успехе, думаешь о позитиве, ложишься спать, утром просыпаешься – тоже успех, позитив. Думай только об этом. Научись думать позитивно, научись говорить позитивно. Вот это весло, которое реально существует у меня в офисе, висит. Те, кто был у меня в офисе в Санкт-Петербурге, они его лично видели. Это весло есть. Оно, конечно, символическое, но каждому напоминает, о чем надо говорить в моем офисе. Не позволяйте на себя навешивать негатив. Говорите только о позитиве. Есть прекрасная диета, она всего лишь 21 день. Попробуйте 21 день, что бы ни произошло, все переворачивать в позитив и думать только позитивно. Всего 21 день. Если вы 20 дней думаете позитивно, что бы ни произошло, из всего извлекаете пользу. А на 21-й вы что-то там пропустили негативную мысль, начинайте все сначала. 21 день позитивно. За 21 день у тебя изменится вся жизнь. У тебя поменяется окружение, к тебе придут деньги, признание, успех. Всего 21 день. Возьми и попробуй. Сейчас кто-то верит, кто-то не верит. Попробуй. Попробуй думать только позитивно. Если наши мысли могут делать это с водой, только вообразите, что наши мысли могут делать с нами. Если вы обдумываете свою проблему, вы в ней застреваете. Я всегда шучу, но на самом деле это так. Я уже боюсь что-то подумать, что-то представить, но что это сразу сбывается. То, что мы есть сегодня, это следствие наших вчерашних мыслей. А сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь. Жизнь – это порождение нашего разума. Будда, сфокусируйся на своей мечте. Посвяти всего себя этому. Мечта и цель. Именно это мне помогло дойти до вершины Эльбруса. Именно это мне помогло финишировать первым, несмотря на сломанную ногу. Если вы думаете, сможете вы это или не сможете, в любом случае, вы правы. Любой может достичь богатства и успеха. Наверняка сейчас здесь сидят люди, которые уже поменяли несколько сетевых компаний. Есть такие? Есть люди, которые уже пять компаний поменяли, руки поднимите. Да поднимайте. Да не может быть, чтобы только три человека. Остальные десять. Знаете, что стало одним из решающих факторов? Когда меня вышвырнули из компании, точнее пережил рыдерский захват своей собственной сетевой компании, я задумался, сколько мне уже лет. Подумай, сколько тебе сейчас лет? Сколько тебе лет? Сколько ты уже прожил? Проработал на дядю? Или на государство? Сколько уже прошло времени? И только подумай, сколько тебе осталось? Сколько тебе лет? А где те деньги? Где тот дом, который ты хотел? И где та жизнь, о которой ты всегда мечтал, чтобы путешествовать по всему миру? Или ты до сих пор смотришь на мир глазами Сенкевича через голубое окошко телевизора? Где бабки? И когда ты собираешься жить, сколько тебе уже лет? Пока ты сейчас сидишь, думаешь, решаешься, не решаешься, пока ты спишь, пока ты ешь, пока ты советуешься, твое время истекает. И оно никогда не вернется. Ты можешь и дальше превратить свою жизнь в мышиную возню. Как морковку по терке, вот так ее размазать? Может быть, когда-нибудь с малой степенью вероятности на тебя что-то и упадет. Может быть. Но когда тебе это уже не нужно будет. Жить нужно сейчас. Пока голова светлая, руки, ноги целы. Пока ты еще чего-то хочешь и можешь. Жить нужно сейчас. И получать удовольствие от этой жизни. Сейчас. И зарабатывать нужно сейчас. Но для того, чтобы это сделать, нужно принять решение. Нужно сделать форсаж. Сколько тебе лет? С трудом нашел эту линейку. Она еще родом из 70-х, по-моему. Помните? Метр такой. Здесь 1 метр 100 сантиметров. Представьте, это ваша жизнь. Будда Шефер мне это показывал. Вот это твоя жизнь. Сколько тебе сейчас уже лет? 10, 20, 30, 40, 50? Давайте возьмем так, средний. Я смотрю здесь, средний возраст где-то так, да? Сколько ты будешь жить? До 100? Давайте возьмем. 90? 80? Ну давайте так, чтобы хорошо, со здоровьем. 70. Вот это все, что у тебя осталось. Когда ты думаешь жить? И сколько ты еще будешь спускать свою жизнь в суп от хвост? Принимай решение. Двигайся. Зарабатывай сейчас. Живи на полную. Живи прямо сейчас. Прямо сегодня. Я искренне желаю тебе, чтобы ты получил от этой жизни то, о чем ты мечтал. Я искренне желаю тебе, чтобы ты заработал свой миллион. Все говорят о миллионе. Сделай. Это возможно. Это может достичь любой. Используя те навыки, которые вы получили за эти два дня. Я от себя хочу поблагодарить организатора Сергея от всей души. Наших прекрасных спикеров. Вы лучшие. Я искренне желаю вам благополучия и добра. Я вас очень люблю. Счастья вам и любви. Спасибо. Спасибо. Спасибо.